друзья приветствую помолимся и опять по пророчествуем вчера на утренней молитве потом на вечерней молитве господь стал проговаривать слово о напильнике сейчас я объясню что это такое значит у меня сейчас покажу я до этого рассказывал что топорище делал для топора а тут у меня еще кувалда без рукоятки было смотрите какая она еще рукоятка в масле расскажу потом как я ее делал и поэтому варежки и я просто получил слово о напильнике и молоте и драгоценное я значит этот когда взял рукоятку но вы знаете что надо подгонять ее под под сам под саму кувалду и мне нужен нужен был для этого напильник и в церкви я прошелся не нашел напильника и мы с игорем разговариваем говорю игорь там не видел где-нибудь напильника и так мы его не нашли вроде где-то он был на общем я его потом купил а он утром на следующий день начинает пророчествовать я как вообще сон увидела напильники господь не грит напильник не потерян и начал провозглашать пророчество и целая молитва получилось об этом и я знаете вечером уже на молитве стою и мне приходит опять напильник и я господи да вроде бы как бы некая такая смешная тема в молитве да еще и напильник ладно понятно молот а допустим кувалда как в исае 51 главе в двадцатом стихе написано ты у меня молот говорит господь а в израиле о своем народе ты у меня молот воинское орудие тобой я поражал народы и тобой я разорял целые царства и вот когда я значит взял рукоятку для топора ее нужно было напильником подточить под именно вот то отверстие на как то через которое крепится сама куалда сам молот и вы знаете и вдруг мне вечером у меня пошла молитва за обрезание и вот он напильник который я купил и тут я скажу знаете дорогие здесь я с таким крупным но такое резьбой сделал я тут даже такое металлическое подточил нечто а здесь под саму кувалду и вы знаете драгоценное я хочу помолиться за вас помолиться вместе с нами чтобы мы правильно оценили ту работу господню который бог делает в нашей жизни потому что знаете мы настроены на то чтобы на самом деле быть молотом который разбивает стены который разбивает все запоры и заборы и всяческие препятствия для того чтобы для нас были открыты новые двери но есть время подготовки ко всему этому как в моем послании о топоре прежде чем топором что-то сделать а топор я в ее и сделаю такое топорище вообще просто у меня щепки летят по ней раскалываются и ему хоть бы что я рассказывал что я делал это на резине как и кувалду саму так вот драгоценное и прежде чем на самом деле мы как молот будем работать или как молотила зубчатая горит пророк иеремия для того чтобы разрушать горы и холмы делать мекину нам необходимы такие инструменты такие люди как наждачки как напильники которые подтачивают все под то чтобы на самом деле мы были в руках господа реальное мощное воинское орудие помните когда в книге исход господь сказал сделай мне жертвенник и сделай мне его из не обтесанных камней а мы и живые камни господа грит апостол петр почему он говорит из не обтесанных камней приди ко мне такой какой я на какой какой ты есть потому что только я знаю как обтесать тебя только я для тебя знаю волю а благую годную и совершенную не сам не воспитывай себя сам не подгоняя себя положи себя под мой напильник под под тех людей которых я избрал напильниками которые избрал вот этими наждачками и я скажу знаете это больно это знаете летит вот именно отлетает что отлетает сама плоть отлетает именно то что не угождает господа для того чтобы дойти до самого костяка до самой сердцевины аллилуйя и вот когда все подогнано все подогнано и твой молот твоя кувалда она загнана в эти отверстия аллилуйя посмотрите то есть представь себя и мне господь показал на вечерней молитве вчера и на утренней о том что я смотрю на вас как на молот аллилуйя как на молот разбивающий стены как на молот разрушающий и разбивающий все барьеры во имя иисуса христа и потом когда все подточено все загнано здесь я еще резинку насадил для того чтобы вообще топор не шевелился и после этого для того чтобы он не впитывал влагу и потом но и это древко это рукоятка подольше жил и было крепче я на несколько раз просто пропитывал его смазывал маслом я скажу знаете дерево это прообраз нас аллилуйя она как прообраз иисуса христа она пьет и ты когда ему раз помазала но впитала второй раз и вот это и вот это скажем вот это рукоятки нам это больше нравится чем просто быть под напильником но как и она 15 глава говорит о том что я призвалась приносить плод и было много плода но для того чтобы это было много плода необходимо обрезание поэтому я обрезал у каждого меня ведь для того чтобы она приносила плод во имя иисуса христа слава господу богу так вот драгоценное и когда вот это смазывается потом маслом для того чтобы впитать вот это нам больше нравится так вот то что нам больше нравится это знаете господь тоже это не оставляет без внимания вчера на молитве просто вижу видение и как сверху и такой как прожекторный луч он просто показывает как на некий такой хоровод и я подумал это хоровод ангелов я господи я вижу хоровод ангелов думаю но почему мы или я вот непосредственно как бы сказать не с ними в этом хороводе и вдруг мне господь начинает открывать духом святым о том что это даже не ангелы это вывод сейчас именно та команда которая сейчас стоит на вечерней молитве и на нас направлен этот свет как свет вот знаете как на вот делая в театрах спектаклях вот именно фара такая бьет на главный герой для того чтобы было их видно а везде как бы определенная такая тьма и пошло слово поэтому пусть для тебя слово которое сейчас скажу она будет не просто таким общим таким логосом а на самом деле рима и господь показывает что им очень моя обозревает всю землю чтобы поддерживать вполне преданных ему и вы знаете это не просто как что-то прочитано когда тебя взрывает господи это же будет сейчас вот мы которые стоим на этой молитве пред лицом твоим и отче твоих глаз они просто как фары они смотрят на нас и мы будем хороводы вместе с ангелами аллилуйя тебе так благословенно это на самом деле как вот именно маслом пропитывать вот именно топорище либо рукоятку от кувалда от молота это благословенно это 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 но по сердцу больше чем напильником когда нас на стригут от а опиливают слава богу и я сразу приходит на сердце исай 49 глава о том что понятно здесь как бы сказать топорная работа такая общая мощная потому что это либо топор либо кувалда аллилуйя который делает нам нашу картину что мы есть молот аллилуйя которым господь просто разбивает все стены и через это открывается дверь и приходят ответы на наши молитвы и а с другой стороны в исае 49 главе там написано о том и сделал тебя стрелой изостренного стрела на нечто так скажем более тонкая такая работа и тоже она делается из извилистого дерева такие как но березы и подобные им это такие когда мы приходим господу и мы такие все у нас такой характер такой извилистый жесткий перекрученные и господь использует как бы сказалось казалось бы отрицательные для нас стороны в положительные стороны и он берет и снимает с нашу шкуру это больно больно как песни песни написано о том что встретили меня стражи избили изранили сняли с меня одежда стерегущие стены это на пользу нам это как раз это обрезание это как раз это снять от которого понимаете мы как христиане мы просто визжим когда не понимаем а что с нами происходит где любовь церкви и так далее и дорогие пусть будет у вас мудрость как на в книге на иакова написано о том кому недостает мудрости тот просит просто и без всякого упрека и дастся ему и в контексте этого местописания здесь не просто говорится даме мудрость там что-то сделать какой-то бизнес начать и так далее как раз здесь говорится о том что когда мы попадаем в какие-то искушения для того чтобы они стали для нас не искушениями в которых в которой мы уйдем для того чтобы грешить а стали испытаниями которые мы проходим с победой и вот как раз вот иаков говорит об этих вещах если ты не понимаешь то что в тех яма в которых ты находишься когда тебя обрезают напильником когда из тебя делают на самом деле топор когда из тебя на самом деле господь делает молот для того чтобы исполнять через тебя волю господня то тогда тогда понимаете просите у господа мудрости чтобы дал вам терпение это вот именно те испытания которые производят в нас то есть плод духа производят терпение алило а терпение должно иметь совершенное действие чтобы вы были совершены совершенно во всей полноте и без всякого недостатка чтобы сделать вас молотилом зубчатого чтобы сделать вас молотом пробивающим стены где нет никаких преград его чтобы мы могли наступать на всякую тьму во имя иисуса христа и вот поэтому для этого нужно терпение чтобы остаться под этим напильником из была совершена работа господней потом берется наждачка и по этой стреле тю 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 чтобы все ровненько было чтобы все гладенько было как вот у меня вот на этом на этой рукоятке алило и все гладенько а потом это лачится такими лаком маслом алило и чтобы впитывалось все и тогда получается на самом деле воинское орудие алило которое господь алило держит в своих руках алило и слава господу богу и для нас нет тогда ни каких преград алило и кто-то скажет но я уже как бы прошел этот путь дорогие это цикл это когда заканчивается один цикл начинается другой цикл и как это евангелие смерть погребение воскресенье и потом после воскресенья опять начинается новый цикл смерть погребение воскресенье готовится новый молот и молот тело топоры алило и господи спасибо тебе поэтому я молюсь за тебя для того чтобы господь дал тебе мудрость алило и алило и мудрость того чтобы стоять а под напильниками под наждачками чтобы понимать тех людей которых господь использует для того чтобы сделать тебя сильным для того чтобы сделать тебя топором в руках господа для того чтобы сделать тебя молотом в руках твоего господа алило и для того чтобы ты на самом деле был воинским орудием в руках нашего бога алило и слава богу для того чтобы разрушать сокрушать и разорять чтобы как и и риме господь сказал чтобы на этом месте созидать алило и строить волю господню будь благословен дорогой алило ты молот в руках господа господь говорит тебе ты молот в моих руках ты воинское орудие в моих руках разрушать чтобы все препятствия все стены в имя господа нашего иисуса христа будь благословлен и пусть будет благословлен этот день победы в твоей жизни аминь